Обзор прессы 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 Вышел в свет 22 выпуск Самарской газеты «Благовест». На первой странице номера представлена статья «Золотая цепь», посвященная 30-летию рукоположения в Сан-Протеерея Геннадия Беловолова, директора Музея-Квартиры Святого Иоанна Кронштадтского. В Самарском поселке Управленческом отметили 25-летие основания православного прихода в честь всех святых в земле русской просиявших. Недавно назначенный настоятелем Ирей Андрей Мохов, тепло принятый прихожанами, поделился с корреспондентом газеты планами о дальнейшем развитии духовной жизни на приходе. Учительница из Волгоградской сельской глубинки Юлия Сысоева многими своими публикациями хорошо знакома читателям газеты «Благовест». В этом выпуске представлена новая большая подборка ее миниатюр. Вот такая пришла пора. Под этим названием опубликованы стихи живущей в Приморском крае поэтессы Елены Александренко. В материале «Книга жизни» разместилась новая заметка писателя Владимира Крупина о том, как молитва помогает бороться со страхом смерти. Эти и другие публикации читайте в 22-м выпуске Самарской православной газеты «Благовест». Подписаться на газету можно по каталогу Почты России, подписной индекс П-63-15. Вашему вниманию представляю свежий 45-й номер православной газеты. Читайте в выпуске. Раздел «Первосветитель» открывает репортаж об освящении собора в честь великомученика Георгия Победоносца, расположенного во Владикавказе. Рубрика «События» рассказывает о мероприятии, посвященном 30-летию со дня основания православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. О молитве пойдет речь в разделе «Православная азбука». Что такое молитва и зачем она нужна человеку? Существуют ли правила молитвы? Бывает ли так, что человек во время молитвы приходит в неправильное душевное состояние? На все эти и другие подобные вопросы ответил отец Сергий Ксенофонтов. Программа «По святым местам» продолжает знакомить читателей со святынями и памятниками архитектуры города Пскова. Как сочетать духовное и интеллектуальное развитие? На эту тему в разделе «Беседы с батюшкой» рассуждает проректор Московской Духовной Академии священник Андрей Лысевич. Рубрику «Книжная полка» открывает обзор на книгу, рассказывающую о значении христианства в жизни великих композиторов. При православной службе и милосердии Екатеринбургской епархии действует патронажная служба, которая недавно отметила свое 16-летие. Патронажная служба оказывает помощь не только пожилым людям и инвалидам на адресах, это консультации и учебные курсы для родственников-подопечных, а также для волонтеров, желающих повысить квалификацию в сфере ухода. Если вы желаете присоединиться к команде добровольцев службы, читайте подробную информацию на 18-й полосе. 20-летие со дня основания отметил Екатеринбургский приход храма во имя святителя Луки, воина Ясенецкого. Читайте об этом знаменательном событии в материале «Приход». В разделе «Традиции» рассказывается о прошедшей в Волгограде выставке-форуме «Радость слова». Епископ Скопинский Ишацкий Петерим рассказал, что такое епископство, что доминирует в труде епископа и какие сложности и искушения есть в епископском служении. В памяти священноисповедника Николая Виноградова посвящен раздел «Церковный календарь». Уважаемые телезрители, подписной индекс православной газеты ПП805. В электронном варианте газета представлена на сайте издания. С вами была программа «Обзор прессы». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok